МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полдень в столице. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. В столице началось первое заседание Национального совета общественного доверия с участием Кассажемарта Тукаева. На нем планируется рассмотреть значимые стратегические проблемы страны с учетом мнения общественности и гражданского общества, обсуждения механизмов обеспечения конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов. На заседании, например, президент уже прокомментировал широко обсуждаемую в социальных сетях информацию о китайских заводах. Глава государства призвал казахстанцев не вестись на слухи. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, в том числе используют эпатажных, эмоциональных людей, чтобы достичь своих определенных целей. Надо понимать, что такая манипуляция людьми является частью геополитики, цель которой подорвать единство народа, дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Наш народ настолько мудр, что способен отличить зерна от плеви, жить своим умом. Задача власти через диалог с обществом – разъяснить цели и задачи государственной политики, что мы иногда и зачастую делаем плохо. В эти минуты в Сталице продолжают свою работу заседание нацсовета. На месте работает Иван Тулинов. Сейчас он готовится к прямому включению. Мы вернемся к этой теме буквально через пару минут. Количество несовершеннолетних с диагнозом ДЦП незначительно, но выросло в Казахстане. По данным за прошлый год, детские церебральные параличи имеют 16 768 детей. Это только те, кто состоит на учете. Разработать меры по улучшению медицинского и социального сопровождения мальчиков и девочек с особыми потребностями поручил президент страны. В своем послании он отметил, что на их поддержку будет выделено свыше 58 миллиардов тенге. На что пойдут эти деньги и как в стране в целом обстоят дела с реабилитацией юных пациентов, выяснял Асхат Миязов. От этого практически никак не застрахуешься. Существует около 400 причин, по которым ребенок может родиться с диагнозом детский церебральный паралич. И даже если у обоих родителей здоровье будет как у космонавтов, их тогда надо отправлять в космос рожать, потому что один из немаловажных факторов – наша экология. Айлана, привет! Меня Асхат зовут. Как дела, Айлана? Ай, красивая какая-то. Айлана, как у тебя дела? Сказали, что ребенок с патологией родился. Родилась. Ну же я пошла, она же еще недоношенная, кило 600 грамм. Я когда ее увидела, действительно я была в ужасе. Я же таких детей еще не видела. Просто мне было плохо. Плохо стало родителям еще 17 тысяч детей с таким диагнозом, которые сегодня живут в Казахстане. И, к сожалению, с каждым днем их число только растет. Но большое достижение, что практически все они в наше время не сидят дома, а с ними работают специалисты. Да, вполне можно сделать так, что нивелировать все симптомы этого заболевания. И ребенок легко адаптируется и интегрируется в общество. Но даже в тех случаях, когда у него остаются какие-то остаточные явления в виде нарушений походки, каких-то неловкостей движений и так далее, дети при своевременном и постоянном проведении курсов реабилитации они хорошо интегрируются в общество. То есть они могут учиться в общеобразовательных школах, получают высшее образование, работают, заводят семьи, рождают здоровых детей. Для этого ребенку необходимо пройти три стадии реабилитации. Первая – медицинская. Это лечебная физкультура и медикаменты. Вторая – педагогическая. Занятия с логопедами, дефектологами и просто преподавателями, которые смогут научить считать и писать. Третья – социальная. Ребенку нужно научиться общаться с ровесниками и обществом в целом. Ему нужно помочь найти себя, свои увлечения. Порой такие дети бывают очень талантливыми. Но, к сожалению, на сегодня не у всех нуждающихся есть возможность пройти такую реабилитацию. В системе здравоохранения работают 19 центров. Из них только один большой, который может вместить 300 пациентов в столице. Остальные – небольшие. В Алматы, например, около 60 коек. Таким образом, за год в республиканских центрах проходит 5700 детей. Конечно, этого количества недостаточно. И поэтому в регионах стали открываться областные центры, городские центры. Но там уровень оснащения и уровень укомплектованности специалистами мультидисциплинарной команды, конечно, оставляет желать лучшего. Вот на это и должны пойти выделяемые по поручению президента средства. Если с оснащением легче просто купить необходимую технику и оборудование, то вот с кадрами вопрос фундаментальнее. В наших высших учебных заведениях не готовят таких специалистов. Их обучают здесь, на месте, в центрах реабилитации. Но далеко не каждый сможет работать с такими детьми. В столичном медучреждении, например, очень бросается в глаза, что среди работников много мужчин. Обычно же в больницах привычнее видеть медсестер. Все-таки работа эта сложная. Дети требуют и действительно физически хороших навыков. Нашим инструкторам нужны. Да, действительно, там вы встретите тоже и наших милых девушек. Но их значительно меньше. Потому что нагрузка на инструктора идет где-то 15-20 человек в день. Он отрабатывает. Это не каждая девушка нежная выдержит. И все-таки люди идут в эту профессию. И вряд ли за заработной платой. Чего стоит только благодарность родителей. Она уверенно на человека смотрит. Осознанно смотрит на людей. Узнает своих. Да. В этом проявляется. Она уже движение начала делать. Это спасибо нашим реабилитологам. Спасибо ребятам, что они нам помогают. Только после реабилитации такие дети смогут жить обычной жизнью. Учиться, дружить и мечтать о будущем. Айлана Бесен, Хабар 24. Вот она говорит. Видите? Вот молодец, она сказала вам. Можно быть журналистом? Да. Солю имди. Атама салям айтэншди. Атас салямди. И чанус. Атта и атасы. Асхат Ниазов Арман Акшабаев. Хабар 24. И вернемся к главной теме дня. Как мы уже говорили, в столице проходит первое заседание Национального совета общественного доверия. В начале его работы глава государства высказался по актуальным вопросам, которые активно обсуждались в последние дни в обществе. Среди них открытие 55 китайских заводов на территории Казахстана, неопривлечение иностранной рабочей силы. Помимо этого президент подробно остановился на необходимости реформ. Подробности известны нашему корреспонденту Ивану Тулинову. Он следит за заседанием. Иван, день добрый. Какие еще заявления сделал президент и о чем говорят участники Национального совета? Да, ну прежде всего глава государства предложил в рамках Национального совета проработать и развить те инициативы, которые были им озвучены во время послания народу Казахстана. Так как в основу этого стратегического документа легли общественно-социальные вопросы. Касым Жумар Тукаев подчеркнул, что усилия всего государственного аппарата должны быть направлены именно на развитие. При этом президент отметил, что он против крайности, так как крайности приносят популярность, но не приносят каких-то конкретных результатов. И политические реформы необходимо осуществлять без забегания вперед, но и не отставая от веления времени. По мнению президента, нынешняя система управления не соответствует вызовам времени. Касым Жумар Тукаев предлагает свою формулу государственной власти. Впрочем, он озвучивал ее во время послания. Она звучит следующим образом. Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. По его словам, эта формула пока не является реальностью, но она должна в скором будущем начать существование на практике. Глава государства отметил, что Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, но парламенту предстоит занять достойное место в политической системе. Касым Жумар Тукаев также отметил, что сегодня наблюдается изменение понятия жизненного уклада человечества. Обратил внимание на то, что меняется мировоззрение молодых людей. По словам президента, молодежь находится в активном поиске своего места в эпоху огромных технологических и политических перемен. И она, эта молодежь, довольно неоднородна, как, впрочем, и во всем мире. Кто-то тяготеет к науке и искусству, кто-то к бизнесу, кто-то к государственному управлению, к политике. Но есть и такие, кто хочет постоянных тусовок в ночных клубах или на улицах. Это слова президента. Впрочем, так всегда было и так и будет, резюмировал президент. И сказал при этом, что желает дать шанс активной и целеустремленной молодежи состояться и найти свое место в этой сложной жизни. Глава государства также высказался о последних актуальных темах, которые особо всколыхнули в последнее время общество. Они касаются темы с открытием заводов с китайским содержанием на территории Казахстана. Он попросил казахстанцев не верить слухам от недоброжелателей. Они исходят от злоумышленников, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей. В том числе используют эмоциональных эпатажных людей, чтобы достичь своих определенных целей. И по словам президента, не всем в мире нравится казахская государственность с юридическими оформленными границами, территориальной целостностью, юнитарной системой. Я предлагаю прямо сейчас послушать заявление на эту тему президента Касамжимар Тукаева, который подготовили мои коллеги к этому включению. В нынешней государственной идеологии нет таких понятий, как враги народа, пятая колонна, агенты влияния. Надеюсь, не будет. Это для нас неприемлемо. Мы твердо верим в лояльность и патриотизм своих граждан. Еще одна опора национального единства – приверженность демократической модели развития. В своей национальной истории мы успешно обошли различные цивилизационные ловушки и перепутия, оставаясь приверженцами ключевых принципов демократии. Национальный консенсус – наше историческое преимущество в сложнейших условиях глобальной и региональной конкуренции. Поэтому мы должны оставаться на рациональных позициях, держа в уме прежде всего миссию укрепления нашей государственности. Внимание! Административные расходы составляют 20 миллиардов тенге. При этом Ушакбаев привел в пример Министерство финансов, который в течение года административных расходов вносит в размере 6 миллиардов тенге. В противовес 20 миллиардов тем, которые затрачивает ИНПФ. В общем, мы будем следить за новыми интересными заявлениями. Думаю, работа перейдет и на вторую половину дня, так как очень много выступающих и много заявлений. Пока у меня вся информация. Мы будем ждать от вас информации. Спасибо, Иван. На прямой связи со студией был Иван Тулинов. Напомню, сегодня в столице проходит первое заседание Национального совета общественного доверия. Продолжаем выпуск. Чтобы у детей с особыми потребностями были равные возможности со своими сверстниками, в Казахском национальном женском педагогическом университете открыли специальный кабинет психолого-педагогической коррекции. Его посещают дети разного возраста, от малышей до подростков. Пройдя здесь курсы реабилитации, они идут учиться в общеобразовательные школы. К нам приходят дети с особыми образовательными потребностями, где получают помощь специалистов, логопедов, дефектологов, психологов, социального педагога. Задача нашего педагога в дальнейшем научить детей жить в социуме, уметь выстраивать межличностные отношения, уметь избегать всяких неприятных ситуаций, уметь быть адаптированными к каким-то вызовам. В этом видится решение одной из задач, поставленных президентом в послании. Наша задача подготовить педагогов, которые умеют работать с детьми. Открытие новых центров реабилитации ждут и родителей детей с особыми потребностями в Уральске. К примеру, в небольшом помещении общественного объединения Байтирек сегодня получают помощь около 80 детей. Всем, кто нуждается в помощи специалистов, приходится записываться в тесный график, часами ждать в очереди, чтобы пройти курс массажа или лечебной физкультуры. Там сейчас детки приходят, у нас нет условий, нет именно, знаете, там как дети приходят у нас на ЛФК и массаж. Спортивный зал, помещение очень маленькое, деток очень много. И поэтому они тоже нуждаются в большом, именно спортзал им нужен. Детским церебральным параличом в Октябрьской области страдают около 1200 несовершеннолетних. Они нуждаются в постоянной реабилитации. Такая возможность сегодня предоставлена всем желающим, однако очереди на получение медуслуг мамам, особенных деток, приходится ждать месяцами. Подробности в следующем материале. Ребенок, например, с проблемами ДЦП, он в сухом бассейне помогает ему расслабиться. Ощущения, ощущения своего тела. О том, что у сына имеются серьезные проблемы со здоровьем, Нурсая Сигзбаева узнала три года назад. С тех пор семья потеряла покой, но благодаря сплоченности состояние маленького атлета удалось улучшить. Периодически мальчик в билитационные центры в Алматы и Нурсултане. По мере освобождения мест получает лечение в своем городе. Я приехала с Мугалжарского района. Несмотря на то, что больных детей очень много, у каждого есть возможность сюда попасть. Вы видите, что есть все условия. Первоклассное оборудование, хорошие врачи. Мы делаем все возможное, чтобы ребенок поправился. Все силы и средства вкладываем и надеемся на лучшее. Айала – один из трех реабилитационных центров в Ак-Тубе. Здесь предоставляют полный комплекс необходимых медицинских услуг. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа. Занятия на тренажерах, лечебная физкультура, развитие моторики, массаж и плавание. Например, один ребенок, который имеет диагноз детский церебральный паралич спастическая форма, на него своя программа, своя аппаратура. А ребенок, который здесь кинетическая форма, у него своя программа. Конечно, аппаратуры, оборудования его мало не бывает. Если нам дадут возможность еще дать, мы прекрасно их воспримем. С детьми в течение 15 дней работают неврологи, психотерапевты, кардиологи, массажисты и другие специалисты. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы повысить их квалификацию сейчас. И у нас есть связь с реабилитационным центром Турции, которые уже давно имеют опыт с работой такими пациентами. Мы планируем пригласить их к нам, провести на нашей базе мастер-класс, чтобы выезжали наши специалисты в зарубеж непосредственно в центр в Турции, обменялись опытами и так далее. Сегодня центр готовится к запуску стационара на 20 койко-мест. Он будет рассчитан на маленьких жителей села. Сейчас уже все процедуры, необходимые по получению лицензии, мы уже прошли. Утвердили коечный фонд, 20 коек на сегодняшний день. Пока этого достаточно будет, я думаю, для районных детей. То есть они по приезду к руководственному стационару могут получить все те процедуры, которые на сегодняшний день доступны для жителей областного центра. По словам врачей, дети с ДЦП должны наблюдаться у специалистов раз в 3-4 месяца. Но посещать центр регулярно в течение года они не могут, поскольку в своей очереди на реабилитацию ожидают десятки других больных. Всего на учете профильного ведомства с таким диагнозом состоят около 1200 несовершеннолетних. За рубежом реабилитация очень длительная, по 2-3 месяца. У нас протокол диагностики не позволяет более 15 и 21 дня. Желаний родителей очень много брать дальше и больше, потому что видит эффект. Согласно статистике, в год в Актюбинской области рождаются около 20 тысяч детей. У 70 из них выявляются различные патологии. Айсулу Махмутова, Булат Молдагалеев, Актюбе, Хабар 24. Передвижная выставка «Нурсултан Азарбаев. Эпоха. Личность. Общество» открылась в Жамбыловской области. Экспонаты выставлены в областном историко-краеведческом музее. Жители региона смогли увидеть редкие исторические вещи из личного архива и библиотеки Ельбасы. Выставка состоит из четырех секций. В них коллекция государственных наград, издания с подписями руководителей стран и известных писателей, а также труды первого президента Казахстана, переведенные на иностранные языки. В первый же день музей посетили более полутора тысяч местных жителей. За два года передвижная выставка побывала в Алматы, Шемкенте, Туркестане, Атрау, Актюбе и Казаларде. На ней побывали в общей сложности около 900 тысяч человек. В Жамбыловской области выставка пробудет до конца октября. На этом пока все. Желаю вам хорошего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин